Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поиски Атлантиды Что, если она существует? Что, если самая потрясающая легенда в истории правда? Многие считают Атлантиду предтечей Египта, Месопотамии, Израиля, Европы и всех остальных цивилизаций, которые зародились на этой территории Если Атлантида здесь, то мы видим самое важное место в истории развития человечества Обнаружение Атлантиды изменит историю Миф станет реальностью, а мы впервые увидим колыбель античных цивилизаций Именно этим так одержимы искатели этого таинственного затонувшего античного города Поиски шли поколение за поколением, но все усилия оказывались тщетными Однако сегодня невозможное может стать реальностью Команда ученых воспользуется спутниковыми фотографиями, подземными радарами Прибегнет к подводной археологии и историческому расследованию, чтобы найти затонувший город Но откуда начать поиск? Поиск Атлантиды начинается с главного вопроса Чем была Атлантида? Что мы в действительности знаем о ней? Сегодня массовая культура превратила историю о древнем городе в цветистую фантазию Чтобы отделить правду от вымысла, мы должны вернуться к первоисточнику Для Энджелы Хоббс поиск начинается с философа Все наши сведения об Атлантиде ограничиваются несколькими страницами из этой книги Написанной Платоном Это наш эталон информации Не существует других древних источников мифа об Атлантиде Только этот Есть сведения о мощной державе, возвысившейся среди вод Атлантики Ибо в древности этот океан можно было пересечь, ступив на остров, лежавший за столбами Геракла Платон дал чрезвычайно детальное описание Атлантиды Его труды представляют читателям готовую карту, начиная с местоположения потерянного города По словам Платона, Атлантида была островом-государством в виде круга с гаванями-окружностями Он был расположен напротив столпов Геракла Многие полагают, что столпы Геракла – это горные мысы, образующие ворота в Гибралтарский пролив Северный столб – мыс Гибралтар, южный столб – мыс в Северной Америке И как полагает доктор Ричард Фройнд, Атлантида находится на юге Испании Любому древнему писателю было известно, что столпы Геракла – это гибралтарский пролив наших дней Этот залив расположен как раз за ними Фройнд изучает дельту реки Гвадалквивир в национальном парке Даньяна Он уверен, что в античности на этом месте был огромный залив Мы на самом большом болоте на юге Испании Сотни квадратных километров Оно огромное Заболоченная часть протянулась на 70 километров Археологи полагают, что в этом болоте похоронена потерянная Атлантида В 1922 году археологи Джордж Бонсер и Адольф Шультен предположили, что Атлантида скрыта под толщи этих болот Многие годы большинство ученых игнорировали эту теорию Но в 2004 году молодой немецкий физик Райнер Кун попал в заголовки газет Возродив интерес к теории Бонсера Шультена благодаря фотографиям со спутника Я нахожусь на болотах национального парка Даньяна Я считаю, что именно здесь располагалась Атлантида Платона На спутниковых фотографиях болот Даньяна Доктор Кун заметил странные окружности Сопоставив фотографии с описанием Платона Кун уверился, что потерянный город находился на юге Испании В своих трудах Платон описывал портовый город с тремя кругами гаваней Назвав точные размеры каждого круга Кун уверен, что найденные им круговые структуры Подходят под размеры, данные Платоном И это не все Платон в подробностях описал два храма в центре Атлантиды Один из них посвящен богу Посейдону Внутри круговой структуры на болотах Даньяны Кун обнаружил прямоугольную аномалию Он подсчитал размеры этого прямоугольника И получил полное совпадение с описанием храма Посейдона Теорию Куна поспешила проверить археологическая экспедиция В ходе нее станет ясно, являются ли эти аномалии, замеченные из космоса Затонувшим в болоте творением человека В испанскую команду вошли археолог Хуан Вильяриас, чьи исследования поддержал профессор Ричард Фройнт И Пол Бауман, специалист-картограф Эти формы не соответствуют геологическим формациям Я считаю, что это без сомнения строение, созданное людьми Один из больших кругов соединяется с несколькими прямоугольными конструкциями Мы полагаем, что у этих конструкций есть стена под слоем почвы Мы пытаемся определить, здание ли это Если под слоем грязи есть здание или другой предмет Фройнт уверен, что он приведет нас к чему-то невероятному Если они начнут копать и найдут предметы культуры, датированные 4000 годом до нашей эры То мы подтвердим правдивость одного из величайших мифов в истории Мифа о зарождении Атлантиды Эти странные болота на испанском побережье Часть национального парка Даньяна В древние времена эта территория Южной Испании была скрыта под водой Парк Даньяна был огромной бухтой За долгий период в бухте образовались огромные песчаные отмели Люди использовали эти отмели для строительства городов Ричард Фройнт полагает, что тысячи лет назад в этой бухте могли находиться кольца Атлантиды Фройнт и команда археологов, геологов и антропологов изучают спутниковые фотографии территории Они считают, что перед ними круговые тени древнего города Мы сузили поиски территории вокруг этих таинственных кругов посреди болота Чтобы выбрать место, команде нужно получить детальные фотоснимки По сравнению со спутниковыми съемками, их технология кажется устаревшей Но камеры на шаре и воздушном змее позволят получить фотографии с большим разрешением, чем со спутника Фотографирование с воздуха позволит нам получить очень четкие снимки Сегодня мы увидим, существуют ли эти кольца Сначала мы поднимем шар на 100 метров, а затем поснимаем со 150-200 метров и выше Любые узоры и аномалии, запечатленные на фотографиях, могут свидетельствовать о рукотворных подземных конструкциях Но если величественный город существовал, что с ним случилось? Искатели Атлантиды должны внимательно изучить последнюю главу истории Платона Платон описывает землетрясения и цунами, которые за один день погрузили остров Атлантида на дно океана Есть ли на юге Испании доказательства этой древней катастрофы? Мы стоим на платформе, по которой передвигались эти каменные блоки Они весят несколько тонн Человек не мог их передвинуть Моралес собрал геологические свидетельства того, что цунами накрывали эти берега множество раз Камни разбросаны по отмели на десятки и сотни метров Это указывает на то, что смещения происходили в ходе множественных цунами Если кольца Атлантиды располагались в древней бухте и были разрушены повторяющимися цунами То город был разорван на части и погрузился на дно В результате свидетельства потерянной цивилизации могут находиться не только в болотах Даньяны, но и под водой Вдалеке от современного берега Именно там ученые ведут свой поиск Морской археолог Клаудио Лазанна и геолог Хуан Антонио Моралес Применяют новейшее радиолокационное оборудование На хвосте у гидроакустической станции закреплены два датчика Звуковые волны отражаются от дна Сигналы принимает компьютер на палубе, который преобразовывает их в картинку Любая аномалия на акустическом изображении наносится на карту с координатами В этом случае она неровная Возможно, это камень Когда аномалия имеет четкие линии, мы должны ее проверить Потребуется три дня на запись восьми акустических линий Длиной десять километров и в шести километрах от берега На второй день станция что-то регистрирует Мы увидели аномалию Это вертикальная стена Она отличается от геологических формаций Великолепно Это вертикальная структура Мы нашли аномалию, которая не является геологической Большая и высокая Две стены Одна, вторая Стоят вертикально Форма искусственная Так и манит Клаудио и Хуан Антонио Обнаружили нечто похожее на большое строение Скрытое под 12-метровой толщей воды Они готовятся к погружению Но есть ученые, которые скажут Что испанская команда ищет совсем не в тех водах Почему? Так как поиск Атлантиды занимал многие великие умы На протяжении тысяч лет Эти поиски охватили всю планету Многих ученых и исследователей Описанная Платоном архитектура и общество Приводит к загадочным руинам в Греции Под слоями глины на холме на Крите Скрыто свидетельство древней цивилизации Опередившей свое время Археологи называют ее Минойской Минойцы были мастерами строительства Я иду по улице, которой Четыре тысячи лет Она служила главной дорогой Этого поселения Она вымощена большими плитами Вытесанными специально для нее По всему острову мы находим Сложные строения С церемониальными залами С фресками И храмами Минойцы обладали развитой культурой Платон писал, что в Атлантиде Стояли роскошные храмы и усыпальницы А в центре острова Возвышался богато украшенный дворец Соответствует ли минойская архитектура Этому описанию Мы во дворце Кноса Главного города минойской цивилизации Комплекс включает в себя Огромные дворцовые строения В центре исследования Карла Кнаппета Загадочный дворец Кноса Огромное строение Раскинулось на 10 тысячах квадратных метров Архитектурный ансамбль Потребовал невероятных усилий О доставке камней Транспортировке Работы умелых каменотесов Работа была очень сложной Есть ли вероятность, что минойцы Это легендарные атланты Платона? Остается загадкой, как называли себя Эти искусные строители Ведь минойцы Это их современное название Родом из 20 века Мы называем жителей Крита Времен бронзового века минойцами Но они не называли себя этим именем Это слово пришло от царя Миноса Мифического правителя Крита Минос Минойцы Когда в начале 20 века Археолог Артур Эванс Провел здесь раскопки Он назвал это место дворцом Миноса А его строителей Минойцами Минойцами Однако Бродя среди этих завораживающих развалин Легко представить Как минойцы Называли свой город Атлантидой Чтобы стать претендентом на звание Атлантиды Город должен включать в себя Акрополь с домами и святилищем Все это есть в Кноссе Согласно Платону, бык был центральным элементом культуры Атлантов Платон писал Платон писал, что вокруг храмов свободно бродят священные быки Им поклоняются священники и их приносят в жертву Посейдона В Кносе становится понятно, что бык – это могущественный символ Я нахожусь над северным проходом в Кнос За мной впечатляющая фреска быка Скорее всего, бык был важной частью образной системы минойцев В восточной части дворца была найдена фреска, изображающая прыжки через быка Культурная важность быка Потрясающая архитектура Картины утопической жизни Все это складывается в знакомую картину Есть вероятность, что люди, которых мы называем минойцами В действительности исчезнувшие Атланты Но как эта культура исчезла? Вследствие ли катастрофы? Платон пишет, что Атлантида была разрушена за один день и одну ночь Есть ли здесь доказательства гибели от разрушения? По этим археологическим доказательствам мы можем судить о некоем кризисе Дела у них шли неважно Могла ли древняя катастрофа уничтожить эту развитую цивилизацию? Часть ответов можно найти в 137 километрах от Крита Это остров Санторин Также известный как Терра То, что произошло здесь во времена минойцев Почти полностью повторяет описание Платона Это вулканический остров И 3600 лет назад здесь произошло мощное извержение вулкана Здесь находится, например, впечатляющая архитектура Это не раскопки Землю размыло морской водой Здесь вы видите доказательства извержения вулкана Слой пепла и глиняная посуда свидетельствуют о разрушении здания именно в это время Огромное облако пепла Стерры накрыло солнце на многие дни Для жителей Крита это стало катастрофой Остров окутало гигантское облако пепла Это вызвало огромные проблемы в земледелии, мореходстве и торговле Многие дома были разрушены Начались вулканические зимы Ситуация ухудшалась Из-за вулканической активности на Санторин И из-за землетрясений На берегах Крита обрушились цунами Гигантские волны, уничтожившие остров Волны несли с собой вулканическую пемзу Пористую, застывшую лаву Наличие пемзы на Крите свидетельствует о древних цунами На северном побережье острова есть залежи пемзы Которые, возможно, относятся ко времени извержения на Санторине В ходе недавних раскопок было установлено Что эти отложения могли возникнуть только из-за цунами Их передовая архитектура, города и храмы, искусство и культура Могли исчезнуть с лица земли только из-за самого мощного извержения в истории человечества Связь между Минойцами и Атлантами очень сильна Но легенда об Атлантиде гласит о затоплении острова за один день Что до Минойцов, то извержение на Терри не стало их концом Они выжили Цивилизация Минойцев продолжилась и после извержения на Терри Археологические пласты свидетельствуют о поселениях во время извержения А затем о новом строительстве и повторном заселении территории Несмотря на все свидетельства, это не то место, которое описывал Платон Минойская цивилизация не утонула в море Теоретически Атлантида могла бы быть и здесь Но доказательства отвергают эту теорию Предстают ли теперь болота Испании в новом свете? Доктор Фройнд уверен, что его команда на пороге открытия города Который отвечает описанию данному Платону Мы находимся на окраине национального парка Даньяна О котором идут напряженные споры Была ли здесь расположена Атлантида? Исчезла ли она в грязи этих болот? В парке Даньяна команда изучает новые фотографии Сделанные с воздушного змея и шара Это интересно Вот здесь Вот эта область В высоком разрешении можно увидеть прямоугольник О котором мы говорили Ученые уверены, если им удастся найти Круглые или прямоугольные структуры То их можно будет считать следами потерянного города Эта деталь не была в нашем списке На фотографии Пола мы нашли кое-что новое Эту территорию скосили ради сена Но структура просматривается Эту деталь видно не только на растительности Но и на земле След ли это Атлантиды, которую описал Платон? Это самая важная структура, которую мы видим на фотографии Она больше всего похожа на Атлантиду На ней просматривается порт Ведущий в огромный круг Где располагались концентрические гавани Фройнт уверен, что на фотографиях засняты детали Соответствующие описанию Платона Несколько круглых гаваней с центральным каналом Соединяющим их с океаном Команда обнаружила еще несколько интригующих деталей Круглые структуры, прямые, параллельные Все это дело рук человек Например, структуры, похожие на тропы и дороги Шириной от метра до двух метров Также детали, похожие на здания От четырех до восьми метров в ширину Сейчас команда устанавливает томограф Для записи изображения того, что скрыто Под концентрическими структурами Суть нашей работы в том, что мы пустим ток в землю И измерим сопротивление Так мы получим карту того, что находится под поверхностью На глубине до 12 метров Если они найдут артефакты Есть шансы, что команда приблизится к разгадке Двух загадок древности Платона и Библейской Библейская загадка связана с потерянным городом Таршиш Таршиш несколько раз упоминается в Библии Многие ученые уверены, что Таршиш Это другое название древнего города Тартесса Большинство ученых согласны, что Тартес располагался на юге Испании И Таршиш также располагался на юге Испании Тартес был Таршишем Рукописные источники утверждают, что Тартес и Таршиш славились своими металлами Есть записи, что торговые суда выходили в плавание с Ближнего Востока, чтобы наполнить там свои трюмы Путь занимал три года Удивительно, что Тартес и Таршиш исчезли из исторических и библейских записей Как будто эти города неожиданно прекратили свое существование Профессор Фройнт уверен, что в древние времена Тартес и Таршиш носили другое имя Атлантида Две истории античности невероятно похожи История Таршиша в Библии и история Атлантиды у Платона В истории Платона Атлантида это портовый город на острове на краю известного тогда мира Путь до которого у кораблей занимает три года В Библии Таршиш это глубоководный порт на краю мира Согласно летописям, путешествие до конечной точки занимало три года Тартес это Таршиш И это Атлантида Интересная теория Оба города описаны как знаменитые порты, которые таинственно исчезли из летописей Совпадения этим не ограничиваются Каждый из этих городов славился богатыми залежами полезных ископаемых Золото, серебра и меди Платон говорит о шахтах, которые разрабатывали Атланты В одной из этих шахт добывали таинственный металл Ори Халк Некоторые археологи считают, что знают, что это Нам известно, что он сияет словно огонь Ученые перевели Ори Халк как горная медь Сегодня выше болот Даньяны, в холмах, окружающих Рио Тинто Добывается золото, серебро и медь Не требуется много времени, чтобы найти свидетельство разработок Пяти тысячелетней давности Мы находимся в шахте Сера Колорадо Одно из знаменитых шахт Рио Тинто Люди Тартеса разрабатывали также месторождения, разбросанные по этой территории Близкое расположение залежей ценной руды Делает Даньяну убедительным кандидатом на роль Атлантиды Еще один ключ указывает на южное побережье Испании Как на место расположения потерянного города Именно там совершат погружение Клаудио и Хуан Аномалии и структуры четкой квадратной формы Это любопытно, потому что эти четыре формируют линию высотой 2 метра Это самый интересный камень в этой местности Предлагаю нырять там С помощью Сонара испанская команда выделила 5 участков вдалеке от южного берега На снимках видны рукотворные конструкции, лежащие на дне Могут ли они быть руинами потерянной Атлантиды? Сейчас мы плывем к точке наших поисков Мы называем ее собором Это огромная 40-метровая конструкция Главное, что мы хотим выяснить, рукотворная она или нет На глубине 12 метров водолазы обнаруживают таинственные конструкции Камни, которые выглядят обработанными Могут ли эти предметы иметь рукотворное происхождение? Были ли эти камни частью огромных стен, о которых Платон писал Высечены руками Атлантов? Рукотворные, точно Слишком идеальные для природы Посмотрим еще раз Не хочу говорить это по радио Влад нашел балку, круглый рукотворный камень Вся конструкция сделана людьми Каждый следующий водолаз выныривает с деталями, которые свидетельствуют об уникальном открытии Там был камень, но не квадратный Он был, кажется, что его края обработали На конце он в форме конуса Некоторые места похожи на стену И что-то похожее на ступеньки Часть лестницы Загадочно Согласен? Невероятно Что за день? Невероятно Погружение оказалось успешным Но что они нашли? Перед тем, как сделать выводы, геолог Хуан Антонио должен исследовать запись Открытие под водой Может быть связано с находками в Даньяне Поэтому команда продолжает глубинные исследования томографом Археологи тщательно осматривают поверхность на предмет культурных артефактов Ведя поиски Атлантиды, мы ищем не только здание Атлантиды Мы ищем ее культуру Мы можем не обнаружить контуры города Мы можем найти стен, две стены Возможно, прямоугольные развалины Но это не свяжет находку с Древним миром на Западе И всеми великими цивилизациями От Эгейской до Средиземноморской Иногда в археологии вы натыкаетесь на доказательства, которые расставляют все на свои места На территории, ограниченной окружностью, доктор Фройнт и его коллеги неожиданно находят два невероятных артефакта Посмотрите-ка на это Люди ждут всю жизнь, чтобы найти одну из таких фигурок, а здесь их две Это невероятно Это древняя статуя Возможно, ей две тысячи лет Это одна из самых потрясающих богинь Астарта или Иштар Астарта или Иштар Это идол бронзового века, уходящий в древность на четыре тысячи лет Команда радуется не только из-за невероятной красоты фигурок Но и потому, что их содержание и стиль Могут указывать напрямую связь с древними цивилизациями Древнего мира От Эгейской до Средиземноморской Эти две фигурки могут быть связаны с ними Если мы найдем культуру, которая отвечает их содержанию, мы найдем Атлантиду Тем временем в порту Клаудио и Хуан Антонио с командой водолазов Пересматривают запись, как кажется на первый взгляд, руин рукотворных строений Эта поверхность похожа на каменный блок На тротуар, выложенный человеком Это похоже на стену, но я вижу линии Мне кажется, что это не стена Это трещиноватый пласт Он формируется в ходе геологического воздействия Мне сложно в это поверить Даже если это природная формация, ее могли изменить Она выглядит рукотворной Природные камни могли использовать для стены Такое могло быть Каждый новый камень вызывает новые вопросы Несмотря на явно геологическое происхождение, они могли быть использованы человеком Фроинт слушает пояснения При исследовании залежей в Даньяне мы увидели, что множество камней были вновь использованы для строительства Есть ли вероятность, что люди того времени перевезли камни и использовали их для строительства зданий, погребенных в болотах Даньяны? Уже три дня команда составляет электромагнитную карту окружности Заснятые воздушным змеем и шаром с воздуха Позовите сюда Хуана, пусть посмотрит Это большой круг Любые структуры под землей будут выглядеть на снимках как отчетливые провалы в графике плотности и проводимости Если в земле обнаружатся равномерные провалы, которые совпадают со структурой на поверхности Это укажет на подземные строения, совпадающие с описанием Атлантиды Вот результаты топографии большого круга, который сильно напоминает описание Атлантиды Участок 160 метров длиной и 12 метров глубиной Провалы вот здесь и снова вот здесь 60 метров 60 метров Снимки показывают провалы плотности под землей, схожие с концентрическими кругами на поверхности Картина электрической сопротивляемости схожа с границами нашей структуры Мы можем объяснить круги, потому что они действительно существуют Они продолжаются и в почве Это потрясающие новости И это еще не все Если город неожиданно ушел на дно Вся органическая материя этой цивилизации попала в западню Столетиями этот материал разлагался и производил газ Расшифровывая данные, команда обнаружила нечто интригующее Мы обнаружили странный слой метана, который может указывать на наличие флоры, фауны и людей Которые были погребены в одном слое в ходе катастрофического события За нами расположены болота, где с помощью спутниковых фотографий нашли структуры, погребенные под слоями грязи Предвидя критику, профессор Ричард Фройнт собирает все свидетельства воедино Углерод-14 показал, что артефакты, найденные в болотах, датируются периодом от 5000 до 2000 лет до нашей эры Согласно пробам, в центре болота находился порт для глубоководных судов Томограф удельного сопротивления показал, что под поверхностью находятся стены Также мы обнаружили странный слой метана, запертый на глубине от 6 до 9 метров Он уходит вглубь? Примерно на 5 метров? Метан – это газ, производимый органической материей Если Атлантида неожиданно ушла на дно, то на глубине обнаружилось бы именно скопление метана Хотя источнику газа можно найти другие объяснения Его присутствие, а также многолетняя история цунами Являются сильными доказательствами того, что цунами обрушивались на этот берег и могли поглотить город Флора, фауна и люди – все они могли утонуть из-за катастрофы Эти свидетельства побуждают ученых начать раскопки Но почвенные воды находятся прямо под поверхностью Раскопки будут дорогими и сложными Технически очень сложно копать на глубине 7 метров и очень дорого Пройдут многие годы, пока что-то удастся раскопать Однако недавно испанские археологи сделали важное открытие в глубине страны Если сравнить его с находками в Даньяне, оно может пролить свет на загадку Атлантиды Это Канча Руано, одно из величайших археологических открытий 20 века В 70-е и 80-е годы 20 века археологи нашли несколько деревень, представляющих культуру Тортеса Их культура разительно отличалась от культуры народов, которые их окружали Это была культура юга Доктор Фройнд уверен, что культура Тортеса – это культура Атлантов Но эти руины, которым 2500 лет, находятся в 200 километрах от берега Почему? Почему они пришли сюда? Какая-то катастрофа на побережье выгнала их из домов в 9 веке Однако среди этих руин нет массовых жилых построек Есть храмы и всего несколько домов Участок окружает ров Но для каких целей? У него не было стратегической цели Он не служил обороне, а его постройка потребовала много усилий Скорее всего, он был символом Он напоминал людям, откуда они родом Фройнд предлагает интригующее решение загадки Канчаруано Он уверен, что это место не руины деревни, а памятник потерянной Атлантиде Он называет это ритуальным городом И говорит, что это место – макет города Атлантов Если мы хотим понять южную культуру Тортеса, Таршиша и Атлантиды Мы должны прийти сюда, на север, чтобы посмотреть на их культуру Так они сохраняли свое наследие Они строили ритуальные города Канчаруано – только один из ритуальных городов, найденных на этой территории Люди, построившие это место, чтили чью-то память Но как эти руины внутри страны связаны с Атлантидой на побережье? Детективы говорят – следуй за деньгами Археологи – следуй за камнем Сланец – вот ключ Комната вымощена сланцем В комнате мог жить верховный жрец ритуального города Сланец не характерен для этой местности Но в 250 километрах южнее, на побережье, он распространен Люди несли Сланец весь путь до Канчаруано По мнению профессора, Сланец в храме связывает этот город с Атлантидой на побережье Сам по себе он не является неопровержимым доказательством Но есть еще кое-что Секретный символ, который указывает на эту связь Еще один ключ – это Грааль-Грааль Он расположен в самом сердце города Как храм Посейдону, упомянутый в трудах Платона Это место, где проходили священные ритуалы, жертвоприношения животных Здесь были найдены ритуальные предметы из золота, серебра и бронзы Платон писал, что историю Атлантиды ему рассказал греческий законодатель Салон, который слышал ее от священника в Древнем Египте Скорее всего, египтяне напрямую общались с атлантами В священной части Канча Руана найден символ фараона, в котором 3500 лет В этом месте, в центре, был найден символ Он относится к фараону Яхмосу, который жил в 16 веке до н.э. Это символ священной металлургии Символ связывает это место с кузнецами, которых почитали древние фараоны Кузнецы делали священные инструменты, которые использовались в этом святилище В исторических трудах упоминается три города, которые были знамениты своими искусными кузнецами Торшиш, Тортес и Атлантида Этот символ может принадлежать любому из них Или доказывать, что три города были одним и тем же Существует еще одно доказательство, связывающее Канча Руано с Атлантидой Это самый потрясающий артефакт Древняя резьба, представляющая собой символ Атлантиды Это камень, указывающий на предмет почитания Суть народа Что это? Это символ из концентрических кругов, один в другом Он найден у порога На входе в Канча Руано и в другие ритуальные города были выкопаны большие каменные стеллы Проходя в город, вы видели этот камень на входе На нем изображен воин с мечом и концентрические окружности города Этот знак указывает на город с единственным входом А в центре, как и писал Платон об Атлантиде Храм Посейдона Это их память о прошлом Символы, которые мы обнаружили Это их память об Атлантиде Если эти сооружения построили беженцы из Атлантиды В память о затонувшем доме Может ли это быть моделью настоящего города Погребенного в болотах на юге Испании? В неприметной болотистой местности может лежать секрет Разгадку которого человечество ищет две тысячи лет Ученые применили передовые технологии, чтобы найти детали, описанные Платоном Такие же структуры мы нашли в мемориале, которому 2500 лет Мы можем видеть охраняемый город с круговыми каналами С центральным храмом и водным путем, ведущим в его сердце Возможно, именно здесь зародилась наша цивилизация Возможно, это место было домом для древнего и развитого народа Культура невероятных достижений Возможно, в этих болотах лежит город Атлантида Это место было домом для древнихandalений Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова